Западный Казахстан Обращенные вопросы существуют в нашей области. Узнаем из следующего сюжета. Предприниматели, в том числе сельские предприниматели, отмечают, что выделение средств, поддержка мер на развитие инфраструктуры, дает более положительный эффект, чем субсидируемые процентные ставки банковских кредитов. И в связи с этим надо учитывать еще то, что предприниматели залезли в долги, сделали ТО, поезда, и при невыделении средств эти деньги сгорают. Просим рассмотреть возможность выделения средств на развитие инфраструктуры сельхозпредпринимателей. В регионах республики, в том числе и в Западном Казахстане, существуют проблемы экспорта. Как отметили участники совещания, Московская область готова принять большие партии мяса. Но для этого необходимо увеличить мясную производительность. По республике сейчас, вот, премьер-министр, когда анализировал эти заседания правительства, мы в числе лучших хозяйств, и при том по производству мяса, экспортного мяса, даже мы стоим первыми в целом по республике. Да. Но Руан Старович Ногаев в нашей области на этом не хочет довольствоваться. Он ставит задачу, как дальше развиваться, как дальше развить. И задал вопрос, у кого есть по этому поводу какие-то предложения. Как отметил в своем докладе Нурлан Ногаев, в 2013 году западноказахстанский регион по программе Сабаха приобрел около 14 тысяч маточного поголовья и 586 быков-производителей. В текущем году планируется закупить более 4 тысяч единиц скота. А Казагра выделила в 111 миллионов тенге. На эту сумму можно приобрести только 500 единиц скота. Таким образом, для увеличения производительности сфер животноводства необходимы дополнительные средства. В ходе заседания обратили внимание на то, что, несмотря на наличие местной продукции, на наши прилавки все-таки поступает импортное мясо.